Последнее время Египет не перестает нас радовать и удивлять активными раскопками и потрясающими находками. В этом году Министерство туризма и древности Египта организовало три значимых мероприятия, которые нельзя не отметить. С одной стороны, вроде ничего существенного – перемещение артефактов и мумий из одного музея в другой или открытие нового туристического объекта. Но с другой это было три торжественных мероприятия, которые освещались средствами массовой информации по всему миру. Может, кто-то скажет, что это было слишком пафосно и помпезно, но древние египтяне точно заслужили такое к себе внимание и такую любовь. Арабская республика Египет достаточно трепетно и бережно относится к своему наследию. И последнее время это прекрасно видно. Этой весной в ходе грандиозного шоу мумии правителей и царис древнего Египта были перемещены из Каирского музея с площади Тахрир в Национальный музей египетской цивилизации Фустати. Золотой парад фараонов, в котором были задействованы актеры, музыканты, певцы, известные личности, транслировался по всему миру. Вереница фараона Мобилии проследовала по улицам Каира под бурные аплодисменты. Мумии величайших фараонов по прибытии в новой музее приветствовали залпами из орудий. Песня на древнеегипетском языке в исполнении оперной певицы Амиры Селим пробирает до мурашек при каждом прослушивании. Напомню, что мумии фараонов были обнаружены более века назад на западном берегу Нила в царских тайниках, после чего долгое время находились в Булакском и Каирском музеях. Несколько лет назад было принято решение о перемещении мумий 18 царей и 4 цариц в более оснащенный музей Фустате. Конечно, фараоны несколько тысяч лет назад вряд ли могли такое предвидеть, но они стремились обрести вечность и, по сути, ее обрели. Летом огромная ладья Хуфу переехала с плато Гиза в Большой Египетский музей, и зрелище это тоже было завораживающим. Мероприятие длилось около 10 часов. Субтитры создавал DimaTorzok Ладью, разобранную на фрагменты, нашли в середине прошлого века в каменном доке с южной стороны Великой пирамиды. Потребовалось более десяти лет для того, чтобы ее собрать и после выставить в огромном музее-ангаре, специально построенном на месте ее обнаружения. Многие признают, что этот ангар плохо вписался в Гизесский некрополь. Солнечная ладья пробыла в нем полвека и вот этим летом отправилась в плавание на специально созданном транспортном средстве, чтобы причалить у одного из самых больших музеев мира. К слову, в соседнем доке была найдена еще одна разобранная ладья, но все ее фрагменты в плачевном состоянии, так как после постройки Осванской плотины экология внесла свои коррективы. Работы по восстановлению ведутся, но когда мы ладью увидим в собранном виде, неизвестно. Проект Большого Египетского музея, где теперь будет находиться ладья Хуфу, стартовал в начале 2000-х и его открытия ждут уже долгие годы и будет оно не менее торжественным. В будущем территорию музея планируют соединить с плотой Гиза, где расположены пирамиды царей 4-й династии. Несмотря на то, что музей закрыт, мне пару лет назад удалось побывать на стройплощадке и в некоторых лабораториях по восстановлению и консервации артефактов. Храм Амона – сердце древних Фив. Комплекс посвящен Фиванской триаде. На огромной его территории множество построек, начиная со Среднего Царства, чего только стоит гигантский колонный зал и устремленные в небо обелиски. В многовековом строительстве отметились более полсотни фараонов. За века храм страдал от вандалов, грабителей, строителей-узурпаторов и от землетрясений. Здесь все еще ведутся раскопки и восстановительные работы. В двух километрах от него прямо у реки находится другой храмовый комплекс в честь бога Амона, который также был важным религиозным центром. В его постройке отметились такие фараоны, как Хадшипсут, Аминхотеп III, Тутанхамон, Харимхеп, Арамсес II. К сожалению, от некоторых строений ничего не осталось. Часть сооружения поглотила и поныне действующая мечеть, а один из двух обелисков в середине XIX века был отправлен в Париж. И вот эти два комплекса с древности соединялись с двухкилометровой мощеной аллеей, по обеим сторонам которой стояли постаменты со сфинксами и криосфинксами. Их счет идет на сотни, если не на тысячи. По этой дороге перемещались процессии в ходе различных празднеств. Например, Луксорский храм во время фестиваля ОПЭД служил конечной точкой церемониального путешествия солнечной ладьи Амона-Ра из Карнакского храма. Но думаю, что в свободное от праздников время по аллее прогуливались фараоны, жрецы и представители знати. В конце концов, это была дорога, соединяющая два огромных храмовых комплекса, которые, по сути, были небольшими городками, где кипела жизнь, пусть и религиозно-ориентированная, как, например, в монастырях. Раскопки и реставрации аллеи сфинксов ведутся уже давно, и неудивительно, что Министерством древности было принято решение сделать ее доступной для посещения. И вот в конце ноября состоялось торжественное открытие аллеи сфинксов, в котором снова приняло участие огромное количество актеров и музыкантов, певцов и танцоров, политиков и других известных личностей. Перед нами в грандиозных декорациях и волшебном свете разворачивается театральное представление под эпичную музыку. Мероприятие заканчивается салютом над Нилом. Размах и величие данного мероприятия достойно фараонов, что воздвигли эти храмы и оставили нам такое красивейшее культурное наследие. Спасибо за просмотр. Не забывайте следить за выходами новых видео и погружайтесь в мир древнего Египта с моей музыкой. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok